Здравствуйте! В эфире программа «Выпуск» на канале ЛДПР-ТВ в студии Ксения Шереметьева и коротко о главном. В России может появиться еще один государственный праздник – День русского языка. Его отмечают 6 июня в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В Госдуме предложили сделать его выходным днем. По мнению депутатов, закрепление праздника на государственном уровне необходимо в связи с тем, что носители русского языка стали подвергаться гонениям в странах Евросоюза после начала военной спецоперации на Украине. Да и русофобский настрой Запада может замкнуть опасное кольцо недружественных стран вокруг нашей страны. К этой проблеме часто обращался Владимир Жириновский в своих выступлениях. Гонение чуть ли не в тюрьму за русский язык. В Прибаловске что творят? Издеваются над русским языком. Это унижение. Окружили нас со всех сторон. Запад – 500-миллионный континент, несколько миллионов армия. Только НАТО – 2 миллиона. Это же не все национальные армии. Если обнить все армии, значит, там 29 стран, там будет, может быть, 5-миллионная армия. На юге мусульманский мир, Турция, Иран, Афганистан, Пакистан, Средняя Азия – это 300-400 миллионов. Один Пакистан – 200. Турция, Иран – 180, 160, 360 и все остальное – 400 миллионов. И армия у них может быть 5-7 миллионов. У турок у одних – 1 миллион. Представляете? Болгария выступила категорически против оказания военной помощи Украине. Об этом накануне заявил президент страны Румен Радев. Болгарский лидер отметил, что если так называемая победа означает самоуничтожение и экономическую ликвидацию Европы, то странам Евросоюза противопоказано двигаться в этом направлении. Кто еще будет притворять в жизнь антироссийские планы Запада, а кто нет? Глава Домского комитета по международным делам Леонид Слуцкий убежден, Россия никогда не будет жить по сценарию Соединенных Штатов. Это без привлечения исторические дни. Они их напишут в учебниках истории. И я убежден, как и, думаю, большинство россиян, что именно история расставит все по своим местам. Россия вынуждена была начать специальную военную операцию на Украине ради предотвращения глобального противостояния и завершения войны в Донбассе, которую коллективный Запад старательно не замечал в 8 лет. Не замечал гибель мирных людей, жителей Донбасса и их страдания. Не замечал и всплеск национализма. Не замечал фашистовующих молодчиков на Украине. И только провоцировал продолжение конфликта, шпиговал буквальным образом оружием вооруженная сила Украины. Но сейчас решается и судьба России. Тоже без привлечения. Наша страна в силу ее истории, ее территорий, характера людей, ее населяющих, просто не способна быть чьим-то сателлитом, исполнять чужую волю, жить по чужим правилам. А ведь именно такую судьбу пытались навязать нам Соединенные Штаты Америки. Давайте предельно откровенно. Это Америке невыгодно сильная Россия. Это Америка делала все возможное, чтобы Россия не путала Вашингтону его однополярный расклад в большой экономической и политической игре. Это Америка провоцировала беспорядки внутри нашей страны. Это Америка выставляла и выставляет Россию агрессором, причем задолго до украинского кризиса и возвращения в родную гавань Крыма и Севастополя, используя для этого всю мощь своей пропагандистской машины. Америке не нужна процветающая Россия, а нужна слабая, разделенная и зависимая страна. Нет, Россия такой никогда не будет. Этого не допустит ни Владимир Владимирович Путин, ни сами россияне, истинные патриоты своей страны. Известный хорватский и югославский тренер Николай Пилич заявил, что русофобия в Англии длится уже 150 лет. Позор и двойные стандарты, так выразился тренер в адрес международных спортивных организаций за решение по недопуску российских и белорусских теннисистов на Уимбилдон из-за политической ситуации. Глава комитета по физкультуре и спорту Госдумы Дмитрий Свящев также считает это решение неправильным, ведь политика и деньги не имеют ничего общего с большим спортом. Очень обидно то, что организаторы не услышали даже рекомендаций и мнения и мужской профессиональной ассоциации, и женской теннисной ассоциации о том, что они не понимают, почему организаторы отстраняют их от участия. И они против этого. Они не услышали также заявления Джоковича, не услышали заявления Навратиловой, которые высказали свое жесткое негативное отношение к отстранению наших спортсменов. Ну и мы, конечно, в России, в Белоруссии не приемлем такое решение. Ребята наши не имеют отношения к событиям, которые сейчас происходят, не имеют отношения к британской политике, американской политике. У нас спортсмены, наших спортсменов обязаны допустить. Я считаю, что те люди, которые сейчас должны принять решение, есть у них еще время, организаторы, владельцы, спонсоры, политики Великобритании, они должны найти правильное решение, единственное, это извиниться перед нашими спортсменами и допустить ребяток участвовать в турнире. Великобритания издавна славится к своей любви ко всему российскому. И, к сожалению, видите, организаторы турнира, Булдонского турнира, они не справились с тем давлением официальных британских властей, а именно так они объясняют свое решение, а не допуске спортсмена, что есть рекомендации официального Лондона. И это русофобское, политическое, совершенно несправедливое, незаконное решение, кстати, оно может и должно оспариваться в суде. Поэтому я совершенно поддерживаю правильное решение торпища. Жители некоторых приграничных российских регионов регулярно просыпаются от взрывов и визитов беспилотников. После начала спецоперации власти Белгородской, Брянской и Воронежской областей неоднократно сообщали об обстрелах патрулей, контрольно-пропускных и населенных пунктов. Накануне в Курской области сработала система противовоздушной обороны. Она как раз и перехватила украинский беспилотник. Курская область, пограничный регион, ситуация непростая. Периодически бывают попытки нападения с территории Украины. Иногда прилетают беспилотники, иногда прилетают снаряды. Но, тем не менее, население не отчаивается. Все помогают нашей армии, в том числе партия ЛДПР, неоднократно привозила помощь нашим военным. В первую очередь, это, конечно же, важно им, как с моральной точки зрения, поддержка. Ну и в любом случае, какие-то вещи, которые массово, централизованно невозможно закупить, мы стараемся им предоставить. Воины ценят нашу поддержку и с чистой душой идут в бой. Но сегодня не менее важны и наши внутренние государственные задачи. В первую очередь, людей беспокоит рост цен. И ЛДПР неоднократно выступала, как на местном уровне, так и на федеральном, с вопросом ограничить рост цен. Зачастую рост цен ничем не обоснован. Даже доллар уже вернулся на прежние позиции, а цены не падают. Понятно, что все это сговор определенных олигархов и под контролем определенных чиновников. И вот здесь партия ЛДПР активно требует поставить заслон этим, можно сказать, мародерам, которые наживаются на войне, наживаются на проблемах граждан. Ну, пытаемся решить и какие-то местные бытовые вопросы. Где-то там не работает канализация, где-то деревья не пилят. Со всем этим идут к нам граждане. Мы стараемся им помочь. Выходим с важными законопроектами. Вот буквально на днях фракция ЛДПР выступила с предложением в Курской областной думе повысить в два раза выплату детям войны. Но кроме этого сделать, чтобы получали все дети войны выплату. В Амурской области собрали гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса, которые вынуждены жить во временных пунктах размещения. Помимо одежды для переселенцев собирали сухое детское питание, товары по уходу за детьми и за лежачими пожилыми людьми, постельные личные принадлежности, средства гигиены, продукты питания. Представители законодательного собрания Амурской области передали гуманитарную помощь Донбассу в рамках общероссийской акции «Мы вместе». Фракция ЛДПР принимала участие в сборе и отгрузке всего необходимого для жителей Украины. Продуктовые наборы, санитарно-гигиенические средства и многое другое вскоре будет доставлено по месту назначения. Я не устаю повторять, что Россия – это великая держава, что российский народ – он великий народ, и он обладает одной уникальной и замечательной особенностью – это сплотиться в трудное время и выступать единым фронтом. Вот сегодня под эгидой общероссийского единого фронта как раз происходила отгрузка гуманитарной помощи жителям Украины. Эту помощь в том числе собирали депутаты и аппарат законодательного собрания Амурской области. Почему? Ну, я думаю, что ответ он очевиден, потому что мы не могли остаться безучастными и оставить людей, которые на сегодня оказались в самой, наверное, критичной жизненной ситуации. Ну и, конечно, потому что мы своих не бросаем. Кипит работа и в Челябинской области. Гуманитарная поддержка жителям Донбасса, помощь военным. Решение важных вопросов на местах, в том числе постоянный мониторинг госзакупок в регионе позволяет держать данный ресурс на контроле. ЛДПР у нас в регионе набирает обороты. Все, конечно, очень скорбим. Жалеем, что нет нашего лидера Владимира Вольфовича Жириновского. Но его дело живо и будет продолжать жить. У нас ничего не меняется. Региональное отделение работает. Задачи, все поставленные центральным аппаратом, выполняются. Обращения граждан обрабатываем чиновникам. Не дадим отсидеться в кабинетах. Откроем их двери, заставим их работать. Будем продолжать в том же режиме. Мы продолжаем мониторить госзакупки. Знаете, вопиющие случаи, то машину выложили опять за 4, ну еще по тем ценам, будем говорить, за 5 миллионов почти покупают для пожарной части. Соответственно, вообще неприемлемо. Зачем покупать машину для пожарной части, джипа, когда можно за эти же деньги, мы подняли прям в Челябинске, в городе Миасе, на базе КАМАЗа, Урала, можно купить за 4,5 миллиона пожарную машину. Соответственно, отменяют эти закупки. Мы будем следить. Наш отдел при региональном отделении ЛДПР будет продолжать мониторить все госзакупки Челябинской области. К этому часу все новости. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...